Всем добрый день, девочки мои! На улице у нас до сих пор еще сугробики держатся. Температура минус 2 градуса. В общем, комфортная температура. Я смотрю, нет ветра, да? Ну-ка, откроем окошко. Да, тишина. Даже какие-то птички вон там чирикают. Вот такие вот дела. Погода вот такая у нас. Нормальная погода. Ну, несмотря на такую прекрасную погоду, девочки, я решила сегодня побыть дома. В общем-то, немножечко привести себя в порядок, поухаживать за собой, искупаться, там, поделать маникюр, все дела. Вот. Думала выйти еще в магазин сегодня за продуктами, села писать список. И список оказался такой внушительный. У меня много чего уже позаканчивалось. Что-то нужно пополнить. Что-то я буду готовить потом. Вообще-то, если бы я пошла, может быть, я меньше бы купила. Но решила заказать доставку. И уже заказать то, что мне в морозилку нужно положить. В общем, какие-то продукты впрок. В общем, сумки будут тяжелые. Поэтому пускай мне уже доставка, как говорится, это все принесет. Вот. Ну, и я такая думаю, ну и хорошо. Я никуда не пойду сегодня. Честно говоря, не хочется вылазить. Сегодня хочется поваляться, отдохнуть. Спина еще что-то побаливает. И вот я нашла там какой-то сейчас фильм. Сейчас думаю включить фильм. Буду сегодня отдыхать. Наслаждаться жизнью. Ничего не делать. И завтра мне уже нужно будет выдвигаться из дома. Там уже по каким-то там делам. Но это мы посмотрим. Завтра будет завтра. Сегодня. А сегодня-сегодня. Вот. Поэтому я себе там помимо нужных продуктов, вкусняшек еще каких-то заказала. Побалую себя. В общем-то, у меня еще есть что покушать. Приходила соседка. Принесла мне хлеба какого-то. Какой-то хлеб рижский принесла. Угостила. Вот. Отвлекла меня от мысли. И что я, собственно, хотела сказать. Что решила я никуда сегодня не ходить. Включить фильм. Поваляться. Фильм посмотреть. Дать спине своей отдохнуть. И, в общем, дождаться доставочки. Какие-нибудь вкусняшечки будут. Посмотрим. Я вам покажу, что я там заказала. И сегодня я не знаю. Может быть, я не буду ничего снимать. Нет. Ну, может, что-нибудь посниму чуть-чуть. Но будет видно. Я уже загадывать ничего не хочу. Ничего не буду загадывать. Вот. Так что вот сейчас все. Я жду доставочку. И вместе с вами посмотрим на доставочку. Ну, наконец-то принесли доставку. Опоздали на час пятнадцать. Ну, может быть, пробки или еще что-то. Может, заказов много. Сумка неподъемная. Сейчас я ее распакую. Посмотрим, что там. О, сколько еды. Сколько вкусностей. Так. Ну, в общем, заказала я себе вот эти вкусняшки. Они мне очень нравятся. Все сроки годности, кстати, я проверила. Все по срокам нормально. Все хорошо. Мне нравится манго и маракуйя. Вот это вот Дониссимо. Вот это я пробовала. Взяла шприем два. Киви с бананом тоже попробую. Вот это взяла клубника-земляника. Это по акции было. Творог. Мне понравились вот эти сырнички, что я сделала. Поэтому заказала еще раз творог. Вот это я люблю. Мясо цыпленка. Это бедро без кожи и без косточки. Удобно. Раз-раз кинула, сковородку пожарила. Захотелось бутербродов с семгой. Мой любимый батон со трубями. Взяла булочку венскую. Раньше что-то их не было. Сейчас на доставке есть свеженькие булочки. И вот эти мне нравятся. С начинкой персика и абрикоса. Взяла еще такой вот десертик. Прага шоколадный и Наполеон. Настоящий вот этот Наполеончик. Хороший крем. Вкусный. Много вроде крема-то. Так. Яблоки взяла красные. Бульмени с говядиной, свининой. Большая пачка. Она была по акции. Взяла я ее. Помидорка. Томатная паста. Вот это самая лучшая, мне кажется, помидорка. В морозилке храню, надолго хватает. Так. Молоко я сегодня свое использовала. Всегда беру впрокос, чтобы оно стояло. Вот захотелось сегодня кашку маме. Ну раз, сварила, все дела. Обожаю такие вот огурчики. Закончились. Взяла. Масло тоже закончилось. Селяночка хорошая. Масло мне нравится. Беру рафинированное. Ну, в общем-то, вроде бы и все. Все, что я взяла, вот все вам показала. Девочки, смотрю фильм. Называется «Хозяин». Фильм 2002 года. И я думала, там 4 серии. Ну, вот уже пятая начинается. С пятой по восьмую. Это фильм про подростков. Ну, интересный, детективный такой, нормальный фильм. Вообще, фильм, по-моему, называется «Тайный знак». На самом деле, по-настоящему. Вот. Ну, смотрим. Не знаю, сколько там серии. Может быть и много. Но продолжаю смотреть. Фильм заинтересовал меня. Нашла я у себя чаек. И я, оказывается, его положила в дальний угол. И забыла о его существовании. А сейчас полезла и увидела. Думаю, надо попить. Сейчас заварю, попью. На ночь как раз перед сном. А я вам как-то его показывала. Покупала в Ашане несколько пачек разных. И вот эта вот пачка я про неё забыла. Думала, всё попила. Чабрец, ромашка, мята, лаванда. Ну, вот этот крымский букет. Чай на ночь. Попьём. Ну, под сластью, наверное, не знаю, мёдом или вареньем. Пусть настаивается. Всем доброго утречка, девочки мои. День следующий. Сегодня суббота. Сегодня я жду Настю. Она уже должна скоро прийти. Настю мне нужно будет отвезти на тренировку. И потом я хочу ещё заскочить в магазин. Или пройтись по магазинам. Посмотрим. Вместе с вами. Сегодня утром был дождик у нас. Плюс один сейчас градус. Но дождя сейчас нету. Но там всё тает. И там вот это снежное месиво. Больше всего зимой я не люблю, когда идёшь по снегу. А снег мокрый. И если вот промокаемые сапоги, то это и ноги мокрые. Всё. Вообще хорошо, что я купила сапоги на высокой такой вот подошве. На платформе. И они не должны промокать. Вот. Ну всё. Я сейчас потихонечку готовлюсь. Чтобы уже сумку там, если мне потом надо будет выйти, чтобы уже всё у меня было готово. Жду. Жду уже Настю с нетерпением. Прошлую субботу я была с Дэней. Поэтому я не могла быть с Настей. В общем, короче говоря, уже мы с ней не виделись давно. Но хоть она у меня недолго будет, часика-два, но всё равно мы немножко пообщаемся. Если у неё будет настроение, она, значит, пообщается ещё и с вами. Ну, а я вчера целый день, в общем-то, смотрела сериал «Тайные знаки». Это настоящие названия этого сериала. И, в общем, с первой по восьмую серию я вчера просмотрела. Но там ещё «Тайные знаки-2» или «Возвращение хозяина». «Хозяин» и ещё другое название. В общем, короче говоря, интересненький такой про подростков. Интересный такой сериальчик. Я люблю вообще сериалы, которые связаны с подростками. Они как-то вот более-менее интересные, захватывающие. Там детектив, расследование. Но в конце восьмой серии оказалось, как всегда, этот хозяин – это персонаж, на которого меньше всего подумаешь. Ну и продолжение мне интересно будет посмотреть. Ну, уже когда я вернусь домой сегодня, может быть, я тоже ничего не буду делать, потому что у меня еда есть, всё приготовлено. Готовить ничего сегодня не планирую. Только единственное, что в магазин зайти и купить то, что на доставку мне не пришло. Ну, там, по мелочи. И всё, в поларючек ещё зайти. Хочу купить ещё масло, такое, знаете, с запахом, подсолнечное масло, которое с запахом для салатиков. Я люблю в салатиках вот такое масло. Вот, ну всё, девочки. В общем, иду дальше продолжать собираться и, в общем, ожидаю Настю. Настя поднимается. Давай-давай. Папа запустил её в подъезд, а я встречаю. Сейчас я вам расскажу очень интересную историю. Хорошо, зайдёшь сейчас, разденешься и расскажешь. Мы ждём с нетерпением. Всем привет. Всем привет. Ещё раз, всем привет. И... Ну, рассказывай, рассказывай. Смотрите. Вчера я после тренировки... Ой, после какой тренировки? Я, когда из садика вышла, я пошла к Ольге Юрьевне на подготовку. И потом, после подготовки, я пошла к Алисе. А у Алисы есть басик. А вот только у меня Лиза девочка, а у Алисы мальчик. И вот мы решили их поженить. И вот мы сделали вот такие колечки на ножки. Ну, такие, знаешь, браслетики. И вот мы сделали сами коробочку такую. Ну, не я делала, это всё Алиса делала. Она сделала вот такую коробочку. Ну, как бы коробочку. Ну, как поднимать коробочку? Ну, как бы коробочку. И вот эта коробочка... У неё был такой лист, который был украшен цветами. Ну, не цветами, а шариками, шишечками там, новогодней. Мы его приукрасили. Потом положили туда вот такие колечки. Потом мы их посадили с сёстрами, с братьями, с всякими девочками. Посадили. Вот так вот. То есть басик моя, моя Лиза вот тут сидела, а вот тут и Егор. И мы, и вот тут сидела Алиса. Она сказала, «Похотите там, жениться там, ещё что-то?» А мне ответили «Да». Потом сказали «И в студию кольца!» И я выносила кольца. Потом мы им надели на лапочки. И у нас был такой стульчик маленький, мини-стуль. Мы туда положили сок. Ну, нам сок в больших кружках. И сок в маленькие кружечки. Нашим басичком. И вот ещё чокупай такие кругленькие штучки. И вот мы их давали вот так. «Покушай ты, покушаю я». А потом мне Лиза сказала, «Люма, ну ты чё мне не даёшь тоже покушать?» Потом Алисин Бася сказал, «Ну, это правда, ну чё вы нам не даёте покушать?» А потом мы им дали покушать. Пожелали пожелания. Потом мы поиграли в игру, потренировались. И вот такие всё-таки колечки у нас получились. Кстати, я забыл сказать, что у нас колечки разные. То есть у нас хотя бантики разные, синего цвета одинаковые, а вот браслетики сами нет, потому что вот у меня оранжевый, а вот у Алисы на лобасика... Ты всё в камеру ледишь, ледишь, ледишь. Садись. А у Алисы... А у Алисы... Какого цвета? А зелёного. Ну, бантика нашли на кого. Всё рассказала? Да. Молодец. Ну вот мы и вышли и идём на тренировочку. Вышла, сначала показалось, что ледра нет. На самом деле он будет. Он будет оттуда. А вообще так ничего вроде тепло. Без ледра было бы просто отлично. То есть один градус, а может быть уже градус два. Но всё тает. Я смотрю, лужи кругом, ещё сугробы мокрые, и лужи, ну и гололёд, соответственно. Ну, идём сейчас по воздушку потихонечку. Пошли чуть-чуть раньше, чтобы не спешить и не бежать. Не люблю спешить и бежать. Ой, хорошо-то как. Солнышко пытается там где-то проблёскивать. На горизонте, как всегда, на горизонте небо чистое, а тут у нас небо серое. Как всегда. Фух, хорошо-то как. Настюша, ну что, ты попрощаешься? Скажешь пару слов? Всем пока-пока. Всё. Кстати, я не куколку держу. Иди давай. Я держу нашу листочку. Всем пока-пока. Пока-пока. Всё, Настюлю отвожу, а забирать будет уже мама. Идём. Всё, Настю я ставила на тренировки. Сейчас зайду в магазинчик, кое-что хочу купить. Зашла в магнит, но идут целенаправленно. Вот только в этом магазине я видела, но сейчас не вижу. Кое-что хотела взять. Ну, нету. Ладно, пойдём дальше. А, ну вот нашла. Наполеон, золотой колос. И тоже последний. Прошлый раз последний взяла, в этот раз. Очень понравился крем. И сама пышка очень нежная. Почему-то только в магните, и то не во всех магнитах есть. Всё, я села в автобус, и еду домой. Небо, видите, какое. О, солнышко где-то. Где-то, где-то там. За облаками. Лужи текут, всё тает. Всё тает и течёт вниз к дону туда. И снег вот такой вот грязный-грязный. Всё. Весело. Вот недолго у нас держится. Несколько дней подержался снежок. Сугробики красивенько. А сейчас раз. Плюсовая температура и тает. А плюсовая температура тоже на несколько дней потом перейдёт опять на минус. И замёрзнет всё, и будет гололёд. Вот так и живём. У нас в Ростове вот такой климат. Он капает всё на голову. Я уже иду домой. Всё. Покажу вам сейчас, что там прикупила. Туда-сюда зашла. Всё, девочки, я домой пришла. Зашла в ларёк. Купила постное масло только с запахом. Это для салатика. Масло стоит 110 рублей. И вот 90 рублей это грецкий орех. Там же в ларёчке взяла. Взяла компотики такие. Это вот если Настя вот так вот, как сегодня я дала с собой, это такой запас. И вот самое главное, зачем я туда зашла, это вот золотой колос Наполеон десерт. В прошлый раз я попробовала его впервые. И мне очень понравился. Вот из таких десертов золотой колос был самый лучший. Не знаю, вот этот будет такой же или нет. Надеюсь, что такой же. Очень вкусный крем, тесто и всё. Так, баласто такое взяла. Кстати, заказывала на доставку, почему-то не пришёл. Пережок песочный. Он как сочник с творожной начинкой. Он как коржик, только он внутри с творогом, как сочник. В общем, вкусный, очень вкусный. Ну и взяла яйца. Вот этот первый сорт. Взяла бананы, груши. Это вот если буду что-то готовить с такими фруктами. В общем, такой небольшой взяла себе запасик. Ну вот и всё, мои хорошие. В общем-то, я вам покупочки показала. Никуда сегодня не пошла. На самом деле, вы знаете, погода, хоть она вроде и не холодная, но такая сырая, неуютная. Хочется скорее быстрее домой. А дома уютненько, зона комфорта. Вот куда от неё подеваться. Вот, но тем не менее прогулялась. В общем, вот и Настя тут немножко поснималась. Кстати, пока она там что-то вам рассказывала, я тут сумку собирала, я только краем уха слышала. Буду монтировать, только тогда узнаю, что она там нарассказывала. Кто-то кого-то поженил, какие-то игрушки поженились. В общем, ну, понимаете, что это ребёнок. И захотела она немножко посниматься. Вот я её поснимала. Вот, сегодня ничего больше делать не планирую. Планирую вот как раз это видео сегодня, может быть, и даже смонтировать. Поэтому я видео коротенькое такое сняла, небольшое. Но я с вами уже прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok